Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Глава правительства Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Эльхам Алиев готовы принять участие в переговорах по ситуации в Нагорном Карабахе. Вероятно, что такая встреча состоится в Москве. Когда именно, пока неизвестно. Пашинян готов говорить с Алиевым о Карабахе. Свою готовность принять участие в переговорах первым подтвердил Пашинян. Его больше всего интересует, готовы ли в Баку признать право на самоопределение народа Нагорного Карабаха. Об этом он сообщил в интервью. «Здесь был лишь один нюанс. А что будет со статусом Нагорного Карабаха? Я имею в виду в том числе и казанскую инициативу. Нужно понять, что отвечает на одинаковые или похожие вопросы Азербайджан», – заметил Пашинян. Согласен на встречу со стороной противника и Алиев. «Президент Азербайджана готов к переговорам как в Москве, так и в любом другом месте. В Баку приглашения пока не поступали. Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении, мы также хотим территорий, которые по праву нам принадлежат», – утверждает президент Азербайджана. «Пока приглашения на переговоры в Баку не поступали». Однако Алиев готов остановить военные действия, но лишь при условии, что позиция Еревана будет конструктивной. Также есть информация, что по данным издания «Политико», уже в эту пятницу в Вашингтоне пройдут раздельные переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении с генсекретарем США Майком Помпео по вопросу регулирования в Карабахе. МИД Армении подтвердил свое участие. Кроме того, министр иностранных дел Азербайджана также подтвердил свое участие в переговорах в Вашингтоне 23 октября. Встреча также пройдет с представителями Минской тройки ОБСЕ, что известно о предыдущих попытках перемирия. Отметим, что предыдущие попытки установить перемирие между Азербайджаном и Арменией завершились в фиаско. 9 октября на переговоры в Москве прибыли руководители Министерства иностранных дел стран-участниц конфликта. Многочасовые переговоры завершились решением о перемирии с 10 октября. Однако оно продлилось всего несколько часов. После этого стороны обвинили друг друга в срыве прекращения огня. С 18 октября в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие. Но все пошло не по плану. Что известно о конфликте в отношении Нагорного Карабаха. Противостояние между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах продолжается не одно десятилетие. Активные боевые действия возобновились 27 сентября 2020 года. Стороны заявили о гибели как военных, так и гражданских. Международное сообщество призвало Ереван и Баку к прекращению обстрелов. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!